Парни, девчонки, всем привет! Я бы даже сказал и снова здравствуйте после дождичка в четверг. Сегодня 1 июня, на дворе наступило лето, с чем я всех поздравляю. Друзья, сегодня у нас будет долгожданная марка и модель Lexus ES 250. Неделю назад мы купили данный автомобиль, его купили мои друзья. Автомобиль 2014 года, пробег 48 тысяч километров. Мы сейчас обо всем этом подробно поговорим. Про эту машину мы снимем два видеоролика. Первый, вы смотрите уже прямо сейчас, где мы все расскажем, познакомим вас с машиной. А вторым роликом мы расскажем, как мы ее покупали, потому что вторичка это целая история. Я вам серьезно говорю, ролик будет интересный и полезный всем тем, кто присматривается к вторичному рынку, кто вообще хочет купить и ни разу еще с ним не сталкивался. Жулики, вруны, лгуны, во их было. Я был так счастлив, что вот этих автомобилей по Москве и Московской области порядка 30 автомобилей на продажу. То есть машинка редкая, сегодня такую машину ты новую не купишь. Поэтому обо всем по порядку мы начинаем прямо сейчас. Поехали! А начнем мы, конечно же, с внешнего вида. У нас автомобиль в комплектации F-Sport Executive. Вот эту машину мы купили за 1 миллион 600 тысяч рублей. Если бы они сегодня продавались, то она была бы по цене примерно, подчеркиваю, примерно 2 миллиона 200, 2 миллиона 400 тысяч рублей. Именно эта комплектация. Не выше, не ниже. Выше комплектации есть, они более нафаршированы. Что мы имеем? У нас идет, конечно же, диодная оптика. У нас все говорит об агрессии. Машина однозначно молодежная. Я не буду вам рассказывать о том, что здесь каждая линия что-то из себя представляет. Посмотреть на автомобиль в целом, безусловно, эта машина привлекательная. Любого молодого парня сейчас возьми, там, девчонку поставь, скажешь, что скажешь за машину, все скажут. Ну да, неплохо, неплохо. Тем не менее, находятся те люди, которые также могут придраться к некоторым деталям. Так, например, некоторые обращают внимание на омыватели фар. Вот то, что они выпуклой формы такой, то есть, знаешь, такая некая шайбочка получается. Кто-то считает то, что все-таки нужно было, чтобы, как обычно, она выезжала. С моей же стороны, это хром. Возможно, это делали специально для того, чтобы немного было посимпатичнее, когда машина новая, она вся блестит. Далее, некоторые придираются к колесным дискам. У нас они идут 18-й, кто-то говорит, надо было ставить 19-й, 20-й. Тогда вообще была бы бомба. Тем не менее, автомобиль настоящий японец. Сейчас я постараюсь про него говорить все плюсы и минусы, сделаю, честно говоря, объективно. Но наперед скажу, мне машина, конечно, симпатичная, она мне понравилась. Но с другой стороны, почитав отзывы владельцев, поискав всю возможную про нее информацию, найти явных минусов, ну, таких, чтобы прям поднять капот, там, походовой сказать, вот это косяк, вот это жестко, здесь, в принципе, не будет. Ну, а всю агрессию внешнего вида, конечно же, строят три формы. Это первая оптика, это поворотник такой, знаешь, как бы клинок, он чем-то мне напоминает Nike. Дальше, это бампер, обвес тот же самый F-Sport, у нас не будет никаких противотуманок. Тем не менее, хочу отметить очень важный факт. Именно компания Lexus первая начала ставить на свои автомобили диодную оптику. Ранее этого никто не делал. Сегодня уже есть продвинутая лазерная оптика, но о ней мы говорить не будем. Конечно же, стоит обратить внимание на решетку радиатора. Она здоровая, мощная. И в тот же самый момент, за счет того, что машинка агрессивная, она низкая. 135 миллиметров. Обрати внимание на бампер. Вот бампер здесь реально проблема. 135 миллиметров и еще очень низкий свес бампера. Что говорит о том, что когда ты будешь читать объявление, в большинстве случаев вот эта машина именно с пострадавшим, крашенным, битым, замененным передним бампером. А открывая капот, нас здесь встречает V-образная шестерка на 208 лошадиных сил, которая работает в паре с шестиступенчатой коробкой автомат. Конечно же, есть двигатели более мощные, но в Россию они не поставлялись, поэтому мы про них говорить особо не будем. Тем не менее, я скажу важные цифры. Разгон у автомобиля составляет 8,1 секунда до первой сотни. Это заявленные паспортные данные. Кто-то утверждает то, что машина может поехать быстрее, кто-то говорит то, что она в принципе вялая для этого двигателя, вообще в целом машина тяжелая. Одну тысячу шестьсот пятьдесят килограмм весит автомобиль. Что я здесь хочу отметить? Вот смотрите, кто-то сейчас посмотрит и скажет, блин, грязные, грязное подкапотное пространство, почему не моете? Здесь я хочу задать вопрос экспертам. Друзья, пожалуйста, нажмите на стоп и напишите ваше мнение. Если это все помыть, неужели она поедет лучше? Она будет лучше работать, тише, она будет лучше разгоняться. Я считаю то, что это ерунда. Двигатель чистый, там где-то действительно важно. Все остальное это мелочи. А важным моментом является то, что двигатель у нас идет с маркировкой 4G RFSE. Маркировку вы сейчас видите на экране. Простыми словами это говорит о другом. Что двигатель от компании Toyota и производится он с 2003 года. И устанавливался он на четыре автомобиля. Toyota Crown, Toyota Mark, Lexus ES250 и GS350. О чем это говорит? То, что в принципе вот этот двигатель он настроен именно под эту мощность. То есть чиповать его не нужно. Знаете, некоторые хотят купить автомобиль, сделать легкий чип-тюнинг. В принципе здесь это возможно, но все в пределах разумного. Чего-то более мощного вы здесь никогда не снимете. Поэтому лично мое мнение, покупая данный автомобиль, ничего здесь не нужно переделывать. Берешь его и наслаждаешься. Двигатель он идет рассчитан на 300 тысяч плюс. То есть вот эти первые 300 тысяч, ты никаких проблем по идее с ним знать не будешь. То же самое с коробкой. Я заявляю на эти цифры при условии того, что ты адекватно относишься к автомобилю. Ты за ним ухаживаешь, ты меняешь масло не раз в 10 тысяч, как здесь это положено. А раз там тысяч в 7, например, условно. Или даже еще лучше тысяч в 5. Здесь как бы кто-то может сказать по-своему, да не, зачем так часто. Можно пореже, можно почаще. Я иду по принципу кашу, масло мне испортишь. На основании вышесказанного, что двигатель тойотовский, естественно, вы будете постоянно слышать то, что он надежный, то, что проблем с ним нет. А если у кого-то что-то и сломалось, то это, как правило, заводской брак. То же самое с коробкой. Далее, смотрите, двигатель у нас на самом деле старый, поэтому он не экономичный. В городе машина ест порядка 13-14 литров. В смешанном режиме ты добьешься цифр в районе 10-11. На трассе это будет около 8 литров. Самый важный минус этого автомобиля, который многих отталкивает. То, что в первую очередь он заднеприводный, и то, что он низкий. 135 миллиметров, низкий бампер. Все. Если в Москве и Московской области ты еще как-то сможешь на нем передвигаться, то, как правило, в регионах, где очень много выпадает зимой снега, на такой машине ездить невозможно. Опять же, разбитые дороги. У нас в целом, тфу-тфу-тфу, с этим вроде бы все нормально. В остальном же на подкапотное пространство больше пожаловаться не на что. Турбин здесь никаких нету. Никаких болячек явно известных нету. Настоящий японец в России машины не собирает. И я надеюсь, собирать их не будут. Уходя, мы, конечно же, отметим то, что все здесь сделано добротно. На самом деле, Lexus премиальная марка Toyota. Два газоупорных держателя. Но нас интересует, конечно же, одно. Как я сказал, то, что всю неделю льет дождь, пытаемся подловить момент, поэтому автомобиль грязный. Друзья, скажу вам честно, по лакокрасочному покрытию есть несколько косяков. Сколы есть на машине, но у нас автомобиль затянут пленкой. Сновья, когда купили его, он сразу был затянут, поэтому капот, крылья, здесь нареканий никаких нету. Давайте поговорим про переднюю подвеску. Друзья, смотрите, здесь она идет независимая на двух поперечных рычагах. В нашем случае, впервые вообще в моих обзорах, встречается такого типа подвеска. Она была изобретена еще в 1935 году. И даже на сегодняшний день многими конструкторами она считается идеальной. В чем же ее идеальность? Данная подвеска обеспечивает хорошую управляемость и устойчивость автомобиля на дороге. Как правило, она ставится всегда на переднюю ось. Тем не менее, также ее можно встретить на задней оси, но это очень редко. Такую подвеску вы можете встретить на автомобилях типа Ferrari, Lotus, BMW, Mercedes тоже ее ставят. Большинство плюсов данной подвески идут из серии управляемость, хорошая устойчивость на дороге. Но и также есть в нее ряд минусов. Подвеска сложная, а это означает то, что в ремонте она будет недешевая. В принципе, на них особо не жалуются, как я уже сказал это в самом начале. Тем не менее, если ездить по дорогам неаккуратно, разбить можно все что угодно. Тормоза у нас передние дисковые, вентилируемые. Обращаю ваше внимание на то, что резина здесь идет разная, широкая. Передние колеса чуть-чуть уже, задние колеса чуть-чуть шире. Это также все сделано на спортивный лад. Машина так лучше едет, сцепка с дорогой, разгон. Вы про это, в принципе, я думаю, все все знаете. Пойдемте дальше. Зеркала у нас, конечно же, имеют повторители. Никого сегодня этим не удивишь. Автомобиль наш не оснащен бесключевым доступом. Чтобы его открыть, нужно, конечно же, нажать на брелок. Тем не менее, садясь в автомобиль, нажимаем кнопочку, и он заводится. Задняя подвеска у нас независимая, многорычажная. Здесь про нее говорить нечего. Все вы прекрасно знаете, что это такое. Кто не знает, реально, на самом деле, советую многим людям вообще как-нибудь вбить в интернете и почитать, что такое подвески, как они устроены. Вот мне многие говорят, курим отчасть. Курим отчасть, изучаю, я читаю. На самом деле, много интересных вещей. Почитайте, и вот завтра пятница, придете вечером к друзьям, и вы что-нибудь интересного затрете, это 100%. На этом этапе, подводя некий итог, можно сказать смело одно, что здесь подвеска настроена на более спортивную езду. Машина разгоняется максимально 225 километров. По городу передвигаясь, я также не сказал бы, что она жесткая, но об этом мы поговорим в процессе тест-драйва. А сейчас давайте посмотрим, сколько же места сзади. Многие отмечают то, что садиться в автомобиль не очень удобно, то, что сзади мало места, будет некомфортно. Я сейчас сажусь сам за собой, потихонечку, раз, сел. Вот покажи, как я сижу. Честно, парни, когда я читал, так вообще просто в целом людей слушал, вот там тесновато, мало места, по мне все нормально. Сидение в передней, это отдельная песня, очень удобно, но сзади сидеть тоже комфортно. Отмечу важный факт, то, что такие автомобили в большинстве своем продают именно по причине того, что у людей появляются дети. Так вот, я хочу, чтобы мои друзья то же самое сделали, продавая этот автомобиль, покупали другой побольше, по причине того, что у них появляются дети. Пойдемте дальше, потихонечку. Бак у нас в автомобиле 66 литров. Я считаю, что этого, в принципе, достаточно. Как обычно, запас хода со средним расходом будет порядка 600-700 литров. Условно называют цифры, у кого-то больше, у кого-то меньше. Давайте обратим внимание на заднюю часть автомобиля. В самом начале я сказал то, что машина гармоничная, смотрится классно, но в тот же момент хочу обратить ваше внимание именно на этот диффузор, вот черный. Вот знаете, в некоторых машинах бывает его снимают и ставят, например, в цвет кузова, условно белый. Вот я считаю, что здесь было бы неплохо, но вообще выскажите ваше мнение. Вот что-нибудь более агрессивное именно в виде диффузора у себя воткнуть. Потому что вот это, да, две трубы, ну да, симпатично, но не так, что прям вау. В нашем случае, конечно же, есть парктроники, но, к сожалению, нету камеры заднего вида. Фонари здесь идут диодные. Давайте посмотрим багажник. Она встречает 480 литров. Я считаю то, что этого пространства вполне хватает для городской такой жизни, знаешь, положить вот те же самые, смотри, там вещи лежат, человек со спортзала поехал, закинул сумочку. Все это можно сделать, все сделано добротно. Очень важно. Вот я постоянно отмечаю вот это вот, то, что здесь по периметру, вот если так полазить по автомобилю, по багажнику, а везде все стоят клипсы, то есть нет такого, что что-то болтается там и так далее. Сидения здесь складываются, ровный пол, конечно же, не образуется, но, тем не менее, такая функция есть. А вот, например, в автомобиле ЕС уже такой возможности нету, то есть там сидения не складываются. Вот меня все время это убивало. Типа, знаешь, машина такая более серьезная, представительская, мол, зачем там тебе складывают сидения, но, тем не менее, если я, по идее, директор, почему это они за меня принимают решение? Пойдемте потихоньку дальше, присядем в автомобиль и посмотрим, какой интерьер он нам подарит. Чем нас встречает интерьер автомобиля? Ну, в первую очередь, хочу отметить то, что двери здесь действительно тяжелые, и шумоизоляция, к счастью, в этом автомобиле присутствует. Хотя можно сказать также то, что на большой скорости шум будет стоять. Давайте я присяду в автомобиль. Оп. Ну, в первую очередь, обращаю ваше внимание на торпеду. Здесь пластик, в принципе, мягкий, добротный пластик, но вот здесь, например, по центральной консоли, конечно, косяки у меня лично присутствуют. Ну, смотрите, жесткий пластик, вот эта часть матовая, на ней все равно заметны царапинки. Если поближе посмотреть, ну, видно, когда-то кладет часы, ключи, то есть царапинки небольшие есть. Хочу затронуть очень важный момент. Вот обратите внимание на дисплей, вот покажи им, пожалуйста, поближе дисплей. Вот он в неких таких коцках, такое ощущение, как будто, знаешь, была пленка наклеена, и вот эта вот пленка, вот этот клей остался. Вот сколько мы ездить, смотрели автомобили со вторички, везде присутствует это. Возможно, это заводской брак. Если кто-то из вас знает, что это такое и как это убрать, просто отмыть, оттереть, напишите, пожалуйста, в комментариях. В остальном же, руль у нас в хорошем состоянии, руль очень удобный, информативный, мультируль, все здесь присутствует, все есть. Ручник у нас ножной, вставки у нас есть под карбон, вот в дверях здесь карбон. Все сделано, в принципе, добротно. Здесь же у нас все как обычно, климатическая система, селектор коробки передач, подогрева сидений, все есть, как бы в комплектациях выше будут различного рода фишки, серия там вентиляции сидений, джойстик будет такой, знаешь, поиграться, погонять. В тот же самый момент дисплей у нас не тач, то есть тыкай-тыкай, ничто ты не натыкаешь. Крыша черная, но в машине сеть уютно. Сидения очень удобные, боковая поддержка развита, комбинированные идут, кожа плюс ткань. В принципе, сидеть очень комфортно. Вот сама вот эта консоль центральная, подлокотник такой здоровый, тоже уютный, тоже удобный. Сидишь вообще в кайф, особенно когда коробку ставишь, ну вот селектор ставишь в режим D, то есть ехать, знаешь, ну как-то реально комфортно. Вроде какие-то мелочи продуман, но в тот же момент садишься, автомобиль начинаешь кататься, получаешь удовольствие. Вот смотрите, всем рекомендую, кому машинка нравится, приехать, как минимум у кого-то взять ее на тест-драйв. То есть перед покупочкой сесть, покататься, прокатиться, получите колоссальное удовольствие. Не будем тянуть, поехали, сделаем это сейчас вместе с вами. По обзорности прекрасно все видно, отличные зеркала, что боковые, что внутренние. Претензий вообще никаких нету. Мы сейчас едем 50 км в час. У нас такая легкая горочка, как вы видите, я нажимаю газ в пол. Раз, подрывчик. Но задержка небольшая, все равно есть. 80, 90, неплохо. У нас есть три режима, экономичный, нормальный и спортивный режим. Когда нажимаешь на газ в пол, двигатель слышно, но звук действительно приятный. Это не что-то там, какая там, рядник, знаешь, такой тар-тар-тар-тар-тар, как детский. Вполне достойный, управляемость автомобилем тоже на высоте. Мы проезжаем различного рода стыки. Подвеска отрабатывает на ура, ну серьезно говорю. Сказать то, что эта машина жесткая, там я не знаю, по какой дороге нужно ехать. В нашем случае, как вот вы сами видите, мы едете, претензий у меня никаких нету. Шумоизоляция тоже, парни, ну серьезно говорю, вот 80, 90, едешь вполне адекватно. Если ехать 60-40, так и вовсе тишина. При условии того, что мы не включаем музыку, у нас кондиционер стоит на минимуме. А если все это добавить, общаться с кем-то в машине, то будет еще комфортнее. Несмотря на то, что в нашем случае музыка стоит обычная, никакая там не премиальная система. Работает хорошо, звучание неплохое, даже радио включаешь, играет достойно, скажем так. Передвигаться на автомобиле по городу, ну честно вам говорю, на настоящее удовольствие. Сидишь, кайфуешь, люди обращают внимание. Вот мы сейчас, например, находимся в Московской области, это город Кашира. Здесь таких автомобилей, ну по пальцам пересчитать, буквально три автомобиля. И в F-спорте, мне кажется, два. Вот этот и еще один из автомобилей, все. То есть машина редкая, а это означает то, что ну приятно, согласись, когда ты стоишь в пробке, ты единственная на этой машине, нежели чем когда вот стоят там Kia Rio или та же самая Mazda 6. Вот у нас сейчас шестерок, во, стало. То есть куда ни глянь, постоянно шестерки. Камеру сюда можно поставить, у дилера такая услуга будет стоить порядка 60-70 тысяч рублей. Вы же можете самостоятельно это сделать в рублей за 35, если поставить хорошую камеру, чтобы она там вам давала хорошее изображение. В остальном же, вы сами видите, изобилие кнопок, всякие различные кнопочки, кнопочки. Я про них специально никогда не говорю, потому что вы прекрасно понимаете, стоит покататься на автомобиле неделю, и ты уже будешь все знать, интуитивно все понятно. Не нужно сидеть, что-то искать, собирать. То есть первый раз в машину сядешь, возможно, будут вопросы. В дальнейшем все будет ясно, но нужно пробовать. То есть здесь все на любителя, все различные режимы. Зимний режим, отключение курсовой устойчивости, кататься, смотреть, как она себя поведет. Здесь все на любителя. Не забывайте об этом. Каждый из нас человек, по сути, не то чтобы уникальный, а относится к определенной группе людей. Кому-то эта машина понравится очень сильно, и он будет после Lexus смотреть только на Lexus. Кто-то же поездит, скажет, что то не так, это не так. Поэтому, как говорит Эдуард Петров, выводы делать только вам. Если же кому-то в процессе ролика показалось, что я автомобиль нахваливал, недостаточно его там ругал, друзья, но если есть вам что-то плохое про него сказать, напишите сами. Я стараюсь сделать обзор объективным. Я вам честно скажу, продав автомобиль сегодня, я бы не побежал на вторичку, скорее его покупать. Но в тот же момент, если бы у меня была возможность купить новый такой автомобиль, вполне серьезно вам говорят, что я бы его рассмотрел для покупки. Мне машина понравилась, как внешне, так и по интерьеру. Что же у вас, какие возникли ощущения, ассоциации по автомобилю, какое ваше мнение, вы можете его полностью высказать в комментариях. Вот таким, собственно, у нас получился данный видеообзор. Я надеюсь, что это не последний Lexus на нашем канале. В ближайшее время у нас есть еще парочку моделей от этой компании, которую нам, по идее, получится заснять. Смотрите, в следующем ролике мы расскажем, как мы его покупали. Далее у нас идет на очереди Opel Astra. Все, кто подписан на Instagram-канал, об этом знают. Подписывайтесь обязательно. Там я выкладываю только анонсы. Также нас на канале уже больше 26 тысяч. Нужно по этому поводу тоже записать какой-то ролик. Уже есть идейка. Я хочу высказаться, хочу с вами поделиться. Уже год, как я активно занимаюсь каналом. Поэтому все сделаем. Друзья, пишите ваше мнение. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на Instagram-канал. У меня на этом все. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok